А тема эфира сегодня – развитие автоспорта. Знакомлю вас с нашими гостями. Это Артем Семенов, руководитель Федерации автоспорта города Владимира, и Иван Бурунов, заместитель руководителя Федерации автоспорта города Владимира. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, а как появилась инициатива по созданию Федерации автоспорта в нашем городе? Ну, инициатива появилась от того, что очень долгое время, много лет мы проводим спортивные мероприятия. У нас существует другая общественная организация поддержки развития физической культуры и спорта «Другая скорость», от которой мы активно проводим такие мероприятия, как дрифт, авто многоборье, ралли. И очень много мероприятий в последнее время начало проводиться именно на территории города Владимира. В таких местах, как парковка Лента активно помогает, выделяет нам автодром ДСАФ города Владимира. Ну, и, соответственно, чтобы на территории Владимира реализовывать мероприятие под флагом Федерации, мы основали Федерацию автоспорта самого города Владимира. Ну, наверное, все началось с личного интереса к автоспорту. А вот как именно вы пришли к автоспорту? С чего начинали? — Лет... Да много уже. Лет, наверное, 16 или 17 назад я впервые приехал на соревнования по драгрейсингу на заброшенную трассу, на взлетную полосу, где бочками с огнем освещали территорию. И ребята ночью проводили вот этот драгрейсинг, потому что тогда еще все это было у нас, скажем, в нашем регионе вообще на стадии начала-начало нелегально вообще хоть как-то что-то проводилось. Ну, и, собственно, меня это очень сильно заинтересовало. И через год у меня получилось именно эту же трассу забрать в аренду и начать там реализовывать первые гонки по драгрейсингу, потом реализовать там ралли. Ну, и, в общем-то, затянуло. Понравилось. — Иван, а как вы пришли к автоспорту? — Слушайте, на самом деле я это все видел, немножечко, правда, с другой стороны, но зачаток примерно в то же время. Как раз это, естественно, фильм «Форсаж», активное развитие пошло. Естественно, покупка первого отечественного автопрома дало такое приятное развитие. И, в принципе, то, что Тёма описывает в масленках, мы в этом тоже деле активно участвовали. Тогда мы, в принципе, кроме как драгрейсинга ничего и не знали. Для нас было либо ралли, где мужики там с вот такими вот круглыми глазами просто летают где-то посреди леса, вот, мы такие сидим, такие, типа, ладно, выглядит безопасно, вот. И либо уже что-то, ну, как, в принципе, все мы вышли с улиц, то есть это фестафорные гонки, еще что-то, но все-таки на улицах это не очень безопасно, мягко говоря. И тут вдруг появилась трасса, где можно приехать, полноценно сразиться с человеком на нормальном, адекватном покрытии, все хорошо, все замечательно. Естественно, уже был интерес как в плане и зрителей, и как в плане участников. То есть одно дело приехать туда, поучаствовать себя, показать, вообще понять, что ты там насобирал, а правильно ли ты это сделал, что-то подсмотреть у кого-то, какие-то технические решения там, да, банально, организационные, кто быстрее там переключается, кто быстрее как рулит. И в то же время, опять-таки, зрителям это тоже интересно, вау-эффект, то есть как машины нестандартные или, наоборот, стандартные. Вдруг, казалось бы, вот эта машина в потоке, ты на нее как-то очень довольно-таки криво смотришь, вот тут, опа, она всем, оказывается, всех объезжает, быстро едет, хорошо рулит. То есть, ну, вот это вот, собственно, были базы, стазисы. И потом уже, соответственно, стало как-то более интересно, а какие еще интересные направления есть? То, что все равно аппетит приходит во время еды, и как каждый день питаться одной и той же овсянкой, ну, не так как-то говоря, немножко надоедает. Какие направления открыли для себя? Слушайте, для меня было великим открытием, на самом деле, это, естественно, дрифт. Потому что одно дело драгрейсинг, это оно помогает понять именно техническую составляющую, то есть как построить правильно работающую подвеску, как это все правильно реализовать, то есть на резине, то, что сколько бы там миллион лошадиных сил не запихнул, все равно пока ты буксуешь, ты не разгоняешься, все. И вот как все это дело еще передать на полотно, то есть именно рост как именно инженера. Но в то же время буквально, да, не знаю, году, наверное, в 14-15 активно пошла японская школа, ну, там очень сильно начал развиваться интернет, начали проникать ролики, ну, вот как там японцы по темным-темным трассам, они так едут красиво, то есть это управляемый занос, виск-шин, дым, вау-эффект, то есть и то, что мы раньше просто по прямой вот это вот все исполняли, а тут они еще и в заносе управляем. То есть вроде бы человек сейчас разобьется, он едет все время на грани, но в то же время он аккуратно оттуда выруливает, там перекладывается, это все выглядит очень лаконично, это все выглядит просто муа. Потом увидели уже соревнование, то, что оказывается, так можно ехать не только в одинокого, что по сути является, ну, будем честно, не дрив там фигурным катанием, а это еще можно делать парно. То есть если первый едет, все это дело красиво, вот эти все фигуры исполняет, задача второго к нему подъехать максимально близко, и не мешаясь ему при этом ехать на расстоянии, что ну вот можно, грубо говоря, капот другой машины просто рукой из окна потрогать. То есть это мало того, что инженерия, это еще и высший пилотаж, мягко скажем, то есть ты должен понимать, как едет твой оппонент. То есть тут, как сказать, если в пределах автокультуры каждый человек, он художник, ну, он видит свою машину по-своему, кто-то там с визуалом заморачивается, кто-то там в автозвук, кто-то там просто затонировался, машину посадил, и вот такой вот. Кто-то, наоборот, делает абсолютно стандартную внешность составляющую, но очень много вкладывает там подвеска, мотор, что, ну, в волковичьей шкуре утрированной. И если в пределах города ты человека не можешь почувствовать, что он из себя представляет, то, будучи за рулем своего уникального автомобиля, ты можешь понять, он едет агрессивно, он едет как-то наоборот, он где-то побаивается. То есть он там не очень угадал с настройками автомобиля, его несет немножечко не туда. Ты тоже должен все это дело отработать. То есть ты уже работаешь и как психолог, ты вспоминаешь курсы средней школы в плане геометрия, физика. То есть ты понимаешь, машина немножечко тяжелее, значит, его туда немножечко принесет еще что-то. И это действительно очень взвораживает, потому что ты, в принципе, на какой-то менее энерговооруженной машине можешь очень эффективно ехать с машиной, с вот такими бюджетами. Артем, а вот зачем нужна федерация была? Вот вы собираетесь, соревнуетесь, развиваете направление. Вот зачем федерация и какие направления в рамках федерации уже будете развивать? Ну, цель федерации – это развитие автоспорта на территории города Владимира. Задача которой, ну, помощь, как сказать, молодые ребята, которые хотели бы себя реализовать в автоспорте, мы их, в общем-то, находим, подтягиваем разными путями, да, заинтересованных, приглашаем к себе. Мы открыты, наши двери открыты, у нас есть официальная группа ВКонтакте. И, в общем, помогаем их реализовать в тех или иных дисциплинах. Ну, например, автомногоборье – это самая простая дисциплина, в которой мы показываем, ну, даем возможность участвовать. Это на любой гражданской машине человек может, так скажем, стартапом начать вообще пробовать все свои силы, возможности, навыки, да, там, скилл прокачивать потихоньку. И оттуда уже он может, ну, пойти в какие-то новые для себя, открыть новые дисциплины, где ему больше комфортнее. Кто-то оттуда выходит и пробует уже себя на ралли, и уже строит себе какую-то более серьезную машину, потому что автомногоборье подразумевает стандартный автомобиль. Кто-то вот идет в дрифт, там, красивый это управляемый занос, и наслаждается этим видом, ну, направлением автоспорта. Кто-то идет в джип-триал и так далее. Собственно, задача федерации – развитие пилотов, создание базы, организация мероприятий, обучение судей, судейского состава, чтобы эти мероприятия возможно было проводить качественно, красиво и привлечение все больше и больших зрителей и новых участников в автоспорт. Вот на данный момент мы проводим, ну, самое активное, что мы проводим на территории города Владимира – это у нас автомногоборье. Вот как раз мероприятие, на которое хотелось бы призвать, участвовать вообще всех желающих населения нашего города. Любой человек, который обладает навыком управления автомобилем в принципе, уже, ну, как бы, может спокойно пробовать свои силы. На автомногоборье – это открытая площадка, выставленная траектория конусами, где есть определенные задания, которые он должен выполнить, ну, то есть проехать траекторию, не задев конусов, там, выполнить определенные фигуры, там, пройти их в заносе, не в заносе, как у него получится, но при всем при этом затратить минимальное количество времени. Таким образом, он привыкает к своему автомобилю, что очень ценно потом на дорогах общего пользования, он становится более безопасным. Своего рода небольшой курс контраварийной подготовки, но только прямо в соревновательном виде. Ну и, в общем, оттачивает свой навык управления конкретно своей машиной. Вот такой вот проводим вид. Ну и второй – это, конечно, медийный, популярный, более уже такой спортивный вид, который, как раз-таки, можно сказать, многие из автомногоборья туда вытекают – это дрифт. Это именно привод на одну ось, задняя ось, и ребята уже более серьезно там, потому что стандартные автомобили, ну, в одном виде об этом Иван позже расскажет, потом можно их использовать, да, там вот, если это будет касаться зимы, ну, расскажет Иван. В общем-то, машины должны все равно быть подготовлены и очень хорошо подготовлены. Вот, поэтому это уже больше такой спорт, и, которые требующие внимания, затрат. Вот. На данный момент у нас, 10 февраля у нас ближайшие соревнования по автомногоборье, пройдут они у торгового центра «Лента». Мы приглашаем всех, кто хочет посмотреть, приглашаем обязательно всех, кто хочет попробовать свои силы, принять участие. Призываем попробовать свои силы, свои участие, потому что это, ну, для машины абсолютно безобидно, а для себя это прямо надо и необходимо. Особенно пока покрытие сейчас такое скользкое, можно просто взять и протестить свой автомобиль. Никто не даст возможности это сделать на дорогах общего пользования. Вот. И готовится у нас несколько этапов по авдрифту, и один из них будет завершающий этап, который будет самый грандиозный, на мой взгляд. Пройдет он, согласовали мы с администрацией города, 2 марта на территории нашего всеми любимого катка «Лыбедь». Прямо на самом стадионе, прямо на льду будет проходить очень такое зрелищное мероприятие по дрифту, как раз парный дрифт будет, и зрители смогут с трибуны это все наблюдать. В общем, прям я думаю... Так же можно будет поучаствовать? Естественно, можно. Или это уже участвуют профессионалы, а зрители могут только вас смотреть? Участвуют. Вот Иван расскажет по поводу участия. Да, тут на самом деле это более чем нонсенс. Собственно, почему мой конкретный интерес, такой, скажем, личный даже. Смысл в том, что да, дрифт – это такая штука, которая все-таки требует каких-то минимальных площадок, площадей, потому что хочешь не хочешь, но на двух квадратных метрах автомобилю в заносе довольно-таки сложно развернуться. Ну, точнее, можно, но это совершенно будет неэффектно. И при этом, как таковых площадок у нас, да не собрось, скажу, то, что в области нет. Поэтому, когда услышал инициативу Артема, то, что да, мы собираемся развивать дрифт, потому что, скажем так, в те времена, когда мы начинали только строить себе летние машины, да, то есть мы могли где-то глубокой-глубокой ночью, какие-то на безлюдных-безлюдных где-то дорогах, на отшибе, в промзоне, где-то что-то чуть-чуть прохватить, но это быстро надоедает. То есть, ну, это неинтересно совершенно. Ты один раз проехал, два раза проехал, а что дальше делать, непонятно. У тебя есть машина, где ее пользоваться, тайно покрытая мраком. Были небольшие поползновения в этом направлении в Иваново, то есть два года туда отъездили, потом там тоже загнулось. И после этого, в принципе, я не совройся, скажу, что у меня летняя машина, например, стояла на приколе просто четыре года. Вот с таким вот слоем пыли. И потом, когда в прошлом году я услышал, то, что ребята собираются организовывать на парковке ленты летний дрифт, я думаю, о, это выглядит определенно интересно. У них были проблемы с погодными условиями, с организацией, там еще какие-то вопросы. Но этот первый блин вышел таким роскошным комом, что мне стало действительно интересно, а куда это двигается дальше. И пообщавшись с Темой, мы поняли друг друга, что нам обоим это интересно развивать. То есть, во-первых, что такое дрифт, он, назовем это так, три основных вида. То есть, это летний, зимний и влажный. То есть, если для летнего дрифта в ней можно было в адекватный бюджет собрать адекватную машину, то сейчас это стоит немножечко негуманно, поэтому основной дисциплиной стал уже зимний дрифт, где достаточно каких-то околостандартных жигулей, которые мы все так душевно любим. И, в принципе, на этом можно конкурентно ехать. То есть, твои вложения – это четыре баллона резины на всю зиму, и, в принципе, ты катаешься, получаешь удовольствие. Но, опять-таки, где катаешься? То есть, здесь, опять-таки, любой дрифтер, он как художник. То есть, он может рисовать красивые картины где-то на соревнованиях, красивые пируэты, то есть, что людей-то будет вдохновлять. А он может написать просто три веселых буквы на заборе, ну вот, где-то подрифтив, грубо говоря, там, у золотых ворот или в центре, попугав людей. Ну и, соответственно, от этого будет негатив. Поэтому, если получится нам не причесать, а просто направить этих людей в правильное русло, то, чтобы показать, ребята, вам есть где кататься. То, что любой спорт без зрителей, давайте будем честны, ну, смысл довольно-таки сильно теряет. Мы и так знаем, кто из нас быстрее, кто там ошибется, кто перенервничает. Нам важен все равно зрительский состав, чтобы был вау-эффект. То, что когда тебя поддерживают люди, когда видят, ради чего ты вообще стараешься. Правильно у тебя получается или неправильно? Тебе-то может из салона казаться то, что, ух, ты король мира. А на самом деле это будет так. Поэтому сейчас самая большая концентрация наших усилий это именно на трассах. То есть уже согласована в пределах летнего дрифта лента, опять-таки та же самая. Есть определенные договоренности с ДСААФом, с автодромом. И огромным прорывом, на самом деле это впервые то, что я за всю свою историю, так скажем, автоспорт, любительский автоспорт, то есть такой первый, единственный этап, который привели целиком полностью на льду. Я сам безумно хотел участвовать, но пришлось там посудить. Я вот прям, я искусал все локти, какие только мог. Это настолько классно. То есть люди приехали, и около четырех часов просто катались на безопасной трассе. То есть те, кто раньше боялся, и катался только один, даже они не переживали, ехали парно, все это дело было близко. После этого были огромные запросы у людей в плане того, что никак, где-то что-то там подъюлить. Они начинали закупаться хорошей резиной, спрашивали, когда второй этап, а как там можно проехать, и все такое. То есть в принципе, в правильном направлении, если направить этих людей, это будет и... Дрифт, он сам по себе очень медийный, на самом деле. То есть туда привести спонсоров, правильное направление, это можно очень хорошо развить. Вот насколько... Я вот хотела себе вопрос задать тоже. Может быть, Артему дадим слово. Насколько безопасны вот такие виды спорта? И как понять, что ты можешь? Ведь ребята молодые, кровь кипит, да, и кажется, что ты можешь все. Вот как понять, что ты действительно можешь этим заниматься? Безопасно. Вы считаете вообще автоспорт безопасный? Нет, я считаю, что это опасно. Вот как может быть и безопасить себя? Вот безопасить... Ну, автоспорт сам по себе, да, такой вид технического спорта, где ты управляешь автомобилем, это такой агрегат, как бы, да, повышенной опасности. Поэтому безопасность в автоспорте достигается как раз именно трассами. Правильно прорисованной конфигурацией, правильной постановкой зрителей в зонах безопасности. Просчетом вылета автомобиля, это как раз конфигурация трассы, где его может сорвать, куда он может улететь, карманы безопасности. Это и все как раз и создает безопасность. И в случае того, если все организовано правильно, сам пилот, когда выезжает на такую трассу, он как раз таки и попадает в зону доверия к организаторам. В этом и есть огромный плюс. Он приезжает и думает, вот для меня организовали безопасное место, где я могу ехать. Я еду, и я знаю, что если что-то случится, то я там, не знаю, вот зимой, например, я вылечу просто на снег и застряну. Ко мне приедет машина специальная, достанет меня, я продолжу дальше ехать. Все, вот и весь страх. Если же он поедет по городу с участниками кучи движений, то это будет максимально небезопасно, и никто гарантии ему не даст вообще. Вот и все. Поэтому, если организовано правильно, трасса, зрители убраны, с нее организованы специальные там карманы для зрителей, и подход к конфигурации правильный, то автоспорт становится безопасным. Также вы планируете курс по аварийной подготовке, или он уже есть, существует? Курс контр-аварийной подготовки, да, у нас всегда есть курс контр-аварийной подготовки, и помимо того, что на данный момент, ну там есть ребята, которые обращались, которым я проводил, но я проводил больше почему-то обращений конкретно на полном приводе автомобиля, вот и люди хотят именно на полном приводе приучиться ездить вот в зиму. Так как я обладатель полного привода автомобиля, мне еще и проще это все проводить, потому что я повседневно езжу. Вот, но я призываю ребят, и у нас есть ребята талантливые федерации, которые умеют прекраснейше управлять автомобилем, более того, и могли бы объяснять это, и я думаю, что чем больше заявок у нас будет, мы все дружно возьмемся и всех обучим, всех, кто захочет, и заберем их себе под крыло, и дальше поведем их по соревнованиям, и мы будем растить спортсменов, либо просто любителей, которые будут оттачивать свой навык и чувствовать себя на дорогах зимой комфортнейше. Ну то есть к вам можно обратиться с любым уровнем вождения, и вы можете подучить. Да, да, с удовольствием. А мы сейчас прервемся, вот как раз-таки посмотрим видео, видео с дрифтом, чтобы нашим телезрителям было понятно, как это все выглядит вживую. Давайте посмотрим видео и далее продолжим наш разговор. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Программа «Телефорум» продолжается. Мы в прямом эфире. Телефон студии 44-40-47. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. А тема сегодня – развитие автоспорта. И к нам присоединились гости. Знакомлю вас. Это Максим Ершов, руководитель комитета Киберавтоспорта Федерации автоспорта города Владимира. И Жанна Глобина, руководитель комитета по автомногоборью Федерации автоспорта города Владимира. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. И также вам задам вопрос, как вы пришли к автоспорту. Ведь одно дело быть автолюбителем, ездить каждый день, другое дело – это соревноваться. Я всегда была автолюбителем. С детства, с молодости, можно сказать. Начала, как и многие спортсменки, с обычного автоледи, который в свое время Федяев Сергей Борисович проводил. У нас Владимир, привет ему, если нас смотрит. И там из 40 участниц я сразу заняла первое место, проехала быстрее всех. И тогда я поняла, что я не просто хорошо езжу, а отлично, и надо это развивать. И стала ездить по разным городам каждые выходные, где какие соревнования проводились. И всегда отлично выступала. Максим, как вы пришли к автоспорту? И что вам интересно? Ну, у меня, наверное, история больше похожа на Артема с Иваном. То, что с детства были какие-то… Ну, не с детства, а с уже такого подросткового возраста интересовался автомобилями. Когда появился первый автомобиль, сразу появилась тяга к адреналину, к автомобилям, к заносу в том числе, к дрифту. Ну, и на почве этого, так как соревнований на тот момент не было, да и бюджета, ну, мне не было, чтобы где-то участвовать или собирать машину, я ушел с головой в компьютеры. И вот там я как раз-таки нашел свою отдушину в виде киберспорта. Ну, на тот момент это просто были автомобильные симуляторы. Как таковой киберспорт у нас появился вот буквально в 2021 году, его официально признали, а во всем мире, ну, наверное, где-то с года 13-15. А вот что же такое киберспорт, чтобы мы понимали более предметно, как это все выглядит? Ты покупаешь какое-то оборудование специальное, либо есть тренажеры профессиональные, да, где можно это все опробовать на себе? На самом деле есть и то, и другое. Киберспортсмен – это тот человек, который, ну, скажем так, также занимается управлением профессиональным автомобилем, скоростным, но только делает это виртуально. Благо, современные технологии дошли до такого уровня, что, ну, в целом, с точки зрения физики, это абсолютно может не отличаться от реального автомобиля. Более того, современные профессиональные пилоты тренируются именно в киберспорте, ну, так как не нужно затрачиться на шины, бензин и все подобное. Особенно это было явно в 2020 году, когда произошел ковид, когда просто перестали проводиться какие-то мероприятия, и фактически киберспорт спас автомобильную индустрию спортивную. Многие пилоты, в том числе, вот, к примеру, пилот Формулы-1, Макс Ферстаппин, это трехкратный чемпион мира. Он ушел в киберспорт, и, более того, до сих пор находится там, и занимает там также литирующие позиции, там тренируется, там выигрывает чемпионаты, ну, и тем самым, тем самым дает этому движению развитие. Поговорим об этом чуть позднее. Я предлагаю рассказать направление, которое вам интересно. Это автомногоборье. Вот в чем его особенность? Особенность автомногоборья, что ты можешь попробовать себя и свой автомобиль в любых погодных условиях на закрытой территории. То есть для тех, кто хочет, ну, кто боится ездить где-то там в городе, или зимой там в каких-то условиях, можете приехать на такие соревнования, на стандартном автомобиле, не переживать, что с этим автомобилем что-то случится, и пройти заданную территорию на время, и посмотреть, когда у тебя результаты лучше, как нужно вести себя, как управлять автомобилем в заносах. А вот насколько важно, наверняка ведь важно, на каком автомобиле ты участвуешь в соревнованиях? Да, ведь у всех, наверное, разный уровень, разные автомобили. Или есть какой-то стандарт, что вот к соревнованиям допускаются автомобили определенной категории? Для автомногоборья неважно, сколько у тебя лошадиных сил. Я начинала вообще с Матиза, и показывали отличные результаты, занимала первые места. Сейчас у меня, конечно, уже хороший автомобиль, но я за это время, вот я 11-й год занимаюсь, то есть там было около десятка автомобилей, на всех я участвовала. То есть стандартный автомобиль, примерно около 100 лошадиных сил, это идеально для автомногоборья. Поэтому может попробовать любой. А вот как-то автомобиль нужно специально готовить к этим соревнованиям? То есть как-то, может быть, усовершенствовать что-то? Или нет? Просто вот как ты ездишь, так приезжаешь и участвуешь? Для автомногоборья – да. То есть как ты ездишь, так ты и участвуешь. То есть если ты не идешь на разряды, КМС и так далее, там уже, да, нужно заморочиться. То есть и резину получишь поставить, комплектика иметь на зиму хорошая, и на лето тоже. А так, в принципе, то есть на обычной городской машине. Приезжаешь и участвуешь. Я вот знаю, что вы уже опытный спортсмен, да, и так, можно сказать, или как называются люди, которые участвуют в соревнованиях по автоспорту? Пилоты. Пилоты. Опытный пилот. Вот какими секретами вы могли бы поделиться? Есть ли у вас какие-то секреты, которые помогают вам действительно, вот когда проходят соревнования, вы же все равно в каких-то победных, да, победные места занимаете постоянно? Лучше не нервничать. То есть раньше я нервничала, переживала, хуже из-за этого едешь. То есть нужно успокоиться, и проедешь лучше. В принципе, все. А вот соперников нужно ли как-то изучить, чтобы понять, как их, например, обогнать, где прибавить скорости, где, может быть, немножечко притормозить? Нет, конечно, мы все смотрим друг за другом, как кто проходит трассу. Потом выбираем свой вариант. А вот какие трассы существуют для автомногоборья? Как выглядит трасса? Я знаю, что трассы тоже различны, различаются в зависимости от видов соревнований. Есть автослалом. Это фигурное вождение. То есть просто расставляются конуса в хаотичном порядке, придумывается трасса. Там и восьмерки, развороты на 360 и так далее. И есть само фигурное вождение, как в автошколе. То есть все те же элементы, еще плюс, там, допустим, змейка не только задом, но и передом, и спортивные размеры. То есть не как в автошколе, такие большие габариты, а там по пару сантиметров у тебя остается, по зеркалам, и должен проехать. А вернемся мы к киберавтоспорту. Вот все же, как это выглядит? Вот, например, у вас, да? У вас дома есть, может быть, какая-то приставка или что? Мы же с телезрителями не знаем. Расскажите нам поподробнее. Ну, на самом деле, еще раз повторюсь, то есть это можно как играть на клавиатуре, так и есть спецоборудование. И спецоборудование очень разное по цене. Допустим, у меня есть руль-педали для именно симулятора, но, скажем так, низшего уровня с отдачей, порядка, грубо говоря, бэушные, 20 тысяч рублей такой комплект стоит. И в этом как раз-таки и прелесть получается киберспорта, потому что он кратно дешевле, чем взрослый автоспорт. При этом эмоции можно получить схожие, а опыт даже в некоторых случаях лучше, чем в полноценном автоспорте. А вот, как вы сказали, симуляторы, они полностью имитируют, например, имитируют ли там вот звук, например, вот эти вот все ощущения, которые испытывает пилот, когда находится за рулем автомобиля? Вот про имитацию. У меня как раз-таки есть отличный пример. Ну, современные рули, конечно, есть даже платформы подвижные, которые помимо вибрации передают и движение кресла, и тем самым, ну, почти полностью погружают вас в симулятор. Но вот лично я считаю, что прелесть автосимулятора заключается именно в отсутствии этих ощущений. Ну, вот простой вопрос, да? Если у человека лишить какого-то органа чувств, что происходит с другими его органами? Обостряются. Ровно то же самое происходит и в симуляторах. Дело в том, что, понятно, руль-педали, обратная связь, мы это все чувствуем так же, видим трассу мы так же. Но таких вещей, как перегрузки, как силы ускорения, силы торможения, мы не получаем эту информацию. И за счет этого мы начинаем более точно целиться, более вникать в систему трассы, в ее цифровое обозначение. И тем самым, ну, на выходе получается, что это та практика, которая дает нам больше результата, нежели простой вкат в полноценный автомобиль. А вот можно также, например, выбирать направление, да? То есть это дрифт или что-то это другое, да? Да, да. Все точно так же, как во взрослом спорте. Более того, соревнования сейчас у нас организовываются на федеральном уровне. К примеру, вот в прошлом году уже прошел чемпионат электронного РСКГ. То есть это полный аналог. РСКГ расшифровывается как российская серия кольцевых гонок. Полный его аналог произошел в цифровом мире. Более того, там был бюджет, 150 тысяч рублей, насколько мне изменяет память, выиграл тот, кто занял первое место. По всем правилам, кстати говоря, РСКГ. Более того, его даже организовывает РАФ, Российская Автомобильная Федерация. А вот, и чтобы перейти на более серьезный уровень, вы говорите, есть определенные правила, есть определенные критерии. Вот какие они? То есть, например, чтобы участвовать в соревнованиях на уровне России, а может быть, не на уровне России уже даже, ведь и международные наверняка есть соревнования. Да, конечно. На самом деле, чисто технически, многого не надо. Ну, как и в любом другом спорте, конечно, нужно много времени. Ну, чтобы оттренироваться. Но каких-то спецподготовок, спецумений в целом не нужно. Более того, есть даже примеры, когда в мировых соревнованиях люди играют не на руле, а на джойстике, на геймпаде. И занимают там достойные места. Поэтому в целом, я уверен, что даже человек на клавиатуре может занимать первые места. Ну, наверняка же, как автомобиль готовит к гонкам, да, к участию в соревнованиях, наверняка же, чем, так скажем, выше уровень и кибер, так скажем, тренажера, может быть, да, это тоже влияет. Нет. Ну, то есть, грубо говоря, для того, чтобы поехать хорошо, ну, прям действительно хорошо, достаточно базового руля с отдачей, и чтобы педали просто имели, опять же, какие-то пружины, чтобы давать информативность. Все. Этого достаточно, чтобы полностью ощущать автомобиль внутри киберпространства. А вот расскажите, вам интересно только авто многоборье, или засматривались на какие-то другие соревнования уже? Наверняка же хочется куда-то идти, куда-то двигаться и развитие. Я пробовала себя в кольце, но все равно по душе мне больше автослалом. А чем вот вам нравится именно это направление больше? Вот для вас чем оно ближе? Кольцо более монотонная езда. Тут все равно что-то нужно придумывать в автослалом. То есть одну трассу ты можешь пройти по-разному. Не знаю, вот изначально я стала ездить, вот 11-й год езжу именно по автослаломам. И вот фигурное вождение именно как в автошколе по спортивным размерам. Тоже очень интересно. Расскажите о соревнованиях, в которых участвовали вы. Я участвовала в разных городах. Москва, Казань, Тула, Нижний Новгород, Иваново. Во всех чемпионатах, в общем-то, что в России проводятся, я стараюсь участвовать. А вот расскажите, например, о самом, может быть, запомнившемся. Были ли наверняка такие соревнования, которые вот прям вот вы для себя галочкой можете пометить, сказать, да, вот эти соревнования для меня вот такие вот знаковые. Ну, если только где призы хорошие, в Нижнем Новгороде тогда дали комплект резины «Континенталь». И топовая резина была. Я еще 4 года отъездила на соревнования на них. Вот это, да, были знаковые события. А я думала, вы сейчас скажете, первые соревнования для меня были, когда я вот в первый раз почувствовала, что могу. Нет, нет, нет. Вот резину помню. Новая, хорошая. Мне кажется, первые соревнования, где занимаешь первое место, вот это, наверное, должны быть одни из самых знаковых соревнований. А у вас уже были такие соревнования? Ну, были, но они никакого, ну, не серьезного масштаба. Скажем так, я выходил в онлайн, играл в онлайне, занимал некие места, но каких-то вот прям рекордов там у меня пока еще не было. У нас есть звонок телезрителя, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. У нас сорвался, к сожалению, звонок от телезрителя. А вот, например, потренировавшись на автотренажерах, да, и, наверное, так тоже называется, можно ли, так скажем, дотренироваться до такой степени, чтобы участвовать в соревнованиях, вот как пилот на обычной машине? Более того, такие примеры существуют. Самый популярный пример в мире – это Академия Гран-Туризма. Гран-Туризма, наверное, одна из самых популярных автосимуляторов в мире. Она выходит на консолях PlayStation. И в свое время, мне кажется, в году 15-м, начиная где-то с 13-14, опять же, года, да, они вместе с Ниссаном организовали Академию Гран-Туризма, в которую приглашали киберспортсмена со всего мира. И по итогам этих соревнований людей брали в команды пилотами. Вот, допустим, есть даже два наших соотечественных, русских парней, которых забрали в команду Ниссан, и они долгое время выступали за эту команду. Один из них сейчас является тренером команды Porsche. А вот вы к чему стремитесь? Вот как понять, что у вас повысился, например, уровень? Как вы это для себя фиксируете? Я это фиксирую в том... Более сложные трассы? Ну, как бы вообще автоспорт, как и любой другой спорт, он про цифры. То есть, грубо говоря, прохождение того или иного круга, оно становится лучше за счет прохождения тех же иных поворотов. То есть ты затачиваешь свои навыки на одном и том же, фактически. Но результатом всего этого я ощущаю, это когда я управляю своим транспортным средством. То есть неоднократно у меня были ситуации в жизни, когда я понимаю, что я, ну, скажем так, критичные ситуации, вот смог выйти из нее только благодаря своим навыкам, которые я получил вот в основном именно в игре за симуляторами. А к нам вернулся звонок телезрителя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие регионы России сейчас самые сильные в автоспорте? Спасибо большое за ваш вопрос. Отличный вопрос. Ну, здесь, наверное, вопрос дисциплин. Во-первых, в каждом городе есть точно свой сильный гонщик в той или иной сфере. Но, наверное, вот ралли я бы отметил, ну, наверное, Ростов-на-Дону, да? Вот как такие у нас одни из самых крепких. По дрифту, ну, вот сочинцы точно отличаются. У них там много ребят, которые очень классно едут. В кольце вот точно есть везде люди, которые хорошо едут. Ну, наверное, вот так. А вот про нас расскажите. Из сочинцев упомянули. А у нас как ситуация обстоит? На самом деле у нас ситуация, я бы сказал бы, не то что хорошая, она улучшилась в несколько раз. Во-первых, допустим, когда я в целом увлекся автоспортом, у нас, дай бог, проводилось одно-два соревнования там в год, в два года. Сейчас, вот, допустим, у Артема календарь событий, у него порядка там пяти-шести соревнований, а то и больше в год. Яркий пример был соревнований по дрифту, которые вот мы проводили в середине, в конце января. У нас было 50 участников. Это было очень зрелищное мероприятие, на котором, ну, действительно было видно умение владимирских пилотов. То есть это прям была борьба. Было очень интересно за этим наблюдать. И я в целом, когда увидел, конечно, очень был горд за то, насколько у нас много ребят, которые хорошо едут. То есть, получается, вы не только киберавтоспортом увлекаетесь, а также участвуете? Да, конечно, конечно. Это всегда все параллельно. А вот расскажите, говорят, ну, все равно бытует такое мнение, вот к вам и к вам вопрос тоже, а что женщины ездят хуже, чем мужчины. Наверняка вы об этом слышали. Жанна, яркий пример того, что это не так. Нет, в чем-то вы правы. Просто в автоспорте остаются только лучшие женщины-пилоты. Мужчины, допустим, они могут в соревнованиях участвовать годами, ничего не занимая, просто для интереса. А мы, женщины, так не можем. То есть, если женщина не дает результат в соревнованиях, она быстро угасает, ей это надоедает, и она уходит из автоспорта. Поэтому остаются только те, кто едут на уровне мужчин, и даже лучше. У нас есть звонок телезрителей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. С вами... Алло, с вами разговаривает бывший зритель автоспорта Связников Туранов Сергей. У меня такой вопрос. Я разговариваю с бывшей зрителем автоспорта Связников Туранов Сергей. У меня такой вопрос. Говорите, говорите, пожалуйста. Ну, раньше организовывали у нас соревнования автоспорта около самом городе, в Вязеньках, там, во Враге. И зрители, и приезжали с Ярославля, с Нижнего Новгорода, с Владимира, с Коврова. Очень много было участников, а сейчас стали разные в разных районах проводить, и стало меньше в результате проводиться, участников меньше, и жителям сложнее добраться. А вопрос ваш в чем? Вот, то есть разные трассы уже сложнее подготовить по безопасности. А вопрос в том, что почему в разных местах готовят соревнования? Сложнее ведь в разных местах готовить и по безопасности, и по соревнованиям. Спасибо большое за ваш вопрос. Вы согласны с телезрителем? Ну, в Вязеньках, я знаю, насколько там есть свои организаторы по мероприятию. Мы с ними встречались буквально недавно на получении лицензии судьи. Ну, не могу сказать, честно говоря, на Вязеньках ни разу на соревнованиях не было. А вообще, насколько трассы сложно готовить к соревнованиям? На самом деле, это большой труд, потому что, как минимум, если это зимняя трасса, нужно очистить ее от снега, причем продумать ее таким образом, что она была интересная и безопасная. Ну, это достаточно кропотливый труд. В среднем, вот у Артема, допустим, на подготовку трассы уходит от двух до пяти дней. А есть ли у нас во Владимире на сегодняшний момент достойные трассы, места, где можно заниматься? Да, конечно. На самом деле, их даже немало. Ну, то есть, я знаю порядка трех трасс, которые постоянно функционируют, на которых постоянно проходят какие-то соревнования. И в целом, ну, опять же, как я говорил, для примера, для дрифта, да, то есть, у нас было 50 участников. На ралли, для примера, ну, в среднем, где-то от 10 до 20 участников. Жанна, расскажите, где вы тренируетесь, где оттачиваете навыки? Я тренируюсь только на соревнованиях. Это самая лучшая тренировка. Просто каждый выходной, если где-то есть соревнования в каком-то городе, еду туда. И все-таки соревнования – это лучшая тренировка, чем просто ты где-то покатаешься, там ты едешь на результат. И, ну, вот, например, на соревнования. А как часто вы на соревнования выезжаете? То есть, они проходят вот каждый выходной? Или все-таки хотелось бы, чтобы они проходили каждый выходной, но получается реже? Как часто это бывает? Почти каждый выходной. Сейчас мне чаще не нужно, потому что у меня трое детей. Когда еще детей было меньше, я ездила вообще по всей стране. Сейчас я немного уже выборочно выбираю, то есть, для себя интересующий чемпионат. То есть, еду не на все подряд. А как супруг, вот мне интересно, все-таки относится к вашему увлечению автоспортом? И, может быть, все дети, если они у вас, не знаю, какого у вас возраста? Старший ходит уже в детско-юношескую автошколу с первого класса. Я ее записала. Супруг не очень относится. Он считает, что у меня трое детей, и я уже должна успокоиться и заниматься детьми и семьей. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Спасибо, что рассказали о развитии автоспорта нашим телезрителям. Будем рады видеть вас снова. Спасибо вам.